Звезда Голливуда Брюс Уиллис отмечает 60-летие кино-культура 9 часов, 19 марта 2015 года Орех на всю голову Звезда Голливуда Брюс Уиллис отмечает 60-летие Кадр из фильма Норд Писать об одном из самых известных, любимых, популярных Можно подставить какой угодно эпитет Актеров нашей с вами современности Пускай даже поздравляя его с солидным юбилеем Дело неблагодарное Его и так знают решительно все Единственной неожиданностью может стать тот факт Что нашему крепкому орешку стукнуло 60 Кинематограф, величайший фокусник и обманщик Публике кажется, что такие люди никогда не постареют Ведь мы их постоянно видим на экране в лучшем виде Кому может прийти в голову Что этот герой на самом деле уже достиг пенсионного возраста В наших глазах он навсегда останется, пожалуй Самым крутым парнем в американском кино последних 30 лет Но так было не всегда Уолтер Брюс Уиллис родился 19 марта 1955 года в западно-германском Эдар-Аберштейне В семье американского солдата Дэвида Уиллиса и немки Марлен Кассель В 1957 семья переехала на родину его отца в штат Нью-Джерси, США Брюс был старшим из четверых детей семейства У него есть сестра Флоренция и два брата Давид и Роберт И вырос в небольшом рабочем городке Кернис-Пойнт В детстве он сильно заикался Да к тому же, будучи левшой, имел проблемы с чистописанием И родители определили мальчика в театральный кружок Чтобы избавить от излишней застенчивости Актерские способности проявились у будущей звезды очень рано Сразу по окончании школы Брюс поступает в Montclair State College А уже в 1922 года отправляется в Нью-Йорк И начинает карьеру на оф-бродвейских подмостках Подрабатывая на жизнь барменом Желание прославиться было настолько сильным Что Брюс купил крошечную квартирку в плохом районе Наводненном крысами и тараканами Жил впроголодь, перебиваясь случайными заработками И упорно пробовался в различных театрах Судьба улыбнулась у Элису классически Он был дублером в бродвейской постановке пьесы Дурачук для любви знаменитого драматурга и актера Сэма Шепарда Как это частенько описывается в театральных легендах Исполнитель главной роли заболел Брюс сыграл в основном составе Его заметили Знакомство со Шепардом привело начинающего артиста Которому к тому времени было уже под 30 В Голливуд В начале 80-х он снимается в эпизодических ролях В нескольких фильмах «Первородный грех» 1980 «Вердикт» 1982 В начале он проваливает кастинг фильма В отчаянных поисках Сьюзан с певицей Мадонна в главной роли Не беда В американской актерской гильдии десятки тысяч человек Зато он остался в голливудской обойме В том же 1985 из 3000 претендентов Именно его выбирают на главную роль в телешоу Детективное агентство «Лунный свет», примечание ленты.ру Этот криминальный сериал с элементами пародии и гротеска Транслировался на телеканале 5 сезонов подряд Всего было снято 66 серий И принес Уиллису первоначальную А его партнерша Сибил Шепард основную известность Кстати, в названии сериала имела место игра слов На жаргоне, подработка или халтура Детектив Дэвид Эддисон завоевал сердца миллионов домохозяек И в 1987 году исполнитель получает престижную статуэтку Эми И золотой глобузь как лучший актер сериала Персонаж Уиллиса Обаятельный, слегка нагловатый и легкомысленный парень Тогда еще с залихватским чубом на голове Постоянно подтрунивающий над партнершей по имени Мэгди Претендовал на культовый статус Но сериал пришлось закрыть из-за ухудшавшихся отношений Между актерами в реальной жизни К тому же Уиллис страшно боялся остаться в заложниках у телевидения Кадр из сериала детективное агентство «Лунный свет» на большом экране Уиллис дебютирует в комедии Блэйка Эдвардса «Свидание вслепую» 1987 с Ким Бэйсингер Хотя фильм провалился в прокате Брюс свою роль сыграл превосходно и остался в шаге от попадания в элитный список голливудских актеров Правда его долгое время считали комиком Но в следующем, минус 1988 году, случился прорыв Джон МакТирнан вслед за своим суперуспешным хищником Принимает в производство сценарий по роману Радерико Торпо Ничто не вечно под названием «Die Hard» Первоначально этот сюжет писался для продолжения «Команда» Однако Шварценеггер отказался от роли И сценарий был переработан под нового протагониста В СССР в конце 80-х фильм показывали в видеосалонах под названием «Умри тяжело, но достойно», а также «Неистребимый», хотя «Die Hard» Это идиоматическое выражение, которое применяется по отношению к кому-то чересчур упорному и несгибаемому Сейчас франшизу «Die Hard» Конечно, в России иначе как «Крепкий орешек» не называют С этого момента имя Брюса Уиллиса становится синонимом крутого парня на экране по всему миру Актер получает гонорар в невероятной для того времени сумме 5 миллионов долларов за роль полицейского Джона Маклейна И прочно занимает нишу героев кинобоевиков наряду со Шварцем, Чиком и Слаем Кстати, Брюс был лишь пятым по счету кандидатом на получение роли Маклейна Кадр из фильма «Крепкий орешек» 1988 год 1-2 Однако любовь зрителя к Брюсу базировалась вовсе не на любовании внешностью Она, конечно, была и остается безупречной для данного амплуа И повадками крутого чувака, а скорее на его обаяние и чувстве юмора Хотя популярность Уиллиса неразрывно связана с образом супергероя Актер никогда не боялся экспериментировать и пробовать себя в самых разнообразных жанрах В 1991 году выходит комедийный боевик «Гудзонский ястреб» с бюджетом в 60 миллионов долларов Который полностью провалился в прокате, но придал Уиллису шарму Так как актер поучаствовал в написании сценария Да и фильм впоследствии был оценен довольно высоко Коммерческие интересы никогда не были приоритетом для Брюса В 1994 году Роберт Земекис разродился очередным шедевром «Смерть ей к лицу», где актер играет своего героического антипода, пластического хирурга Фильм с Мэрил Стрип и Гальди Хоун зарабатывает не деньги, а очки в копилку и создает у голливудских продюсеров представление, что они имеют дело не с тупой горой мышц, а с обаишкой умницей В том же году Уиллис упрашивает начинающего Квинтина Тарантино отдать ему хотя бы второстепенную роль в криминальном чтиве и вписывает свое имя во все киноэнциклопедии «Блестящей линией боксера Буча» В 1995 он с удовольствием, безвозмездно, снимется в микроскопической роли из Тарантиновской на вело «Человек из Голливуда» в культовых четырех комнатах Именно поэтому Уиллиса даже нет в титрах Согласно правилам гильдии киноактеров артисты не имеют права работать бесплатно К сорока годам наступает звездный час нашего героя Его приглашают на главные роли коммерчески успешные, прославленные и прочие выдающиеся авторы Терри Гиллиам снимает «12 обезьян» 1995, Люк Бессон «Пятый элемент» 1997, Уолтер Хилл «Героя-одиночку» 1996 В 44 Уиллис снимется в очередном шедевральном психотриллере Дебюте индийского фантаста «Мистик А.М.» Найт Шемалана «Шестое чувство» Вышедший в 1999 году фильм стал одним из самых успешных проектов года Шесть номинаций на «Оскара» Кассовые сборы составили более 600 миллионов долларов Причем ради осуществления этого сценария Актер согласился на более низкий гонорар по сравнению с обычным В благодарность режиссер в следующем же году снял новый фильм с его участием «Неуязвимый», где партнером был столь же стремительно набравший популярность После чтива Сэмюэл Л. Джексон С ним Уиллис уже встречался на площадке в мегауспешном «Крепком орешке 3» Возмездие, безусловно, лучшем фильме франшизы Кадр из фильма «10 ярдов» В новое тысячелетие актер входит с таким шлейфом популярности Что в очередной раз слегка меняет амплуа Вернувшись к комедийному жанру Он по-прежнему играет крутых парней Как хороших, так и не очень Например, блестяще справляется с роли наемного убийца в фильме «9 ярдов» 2000 А также участвует в съемках трех эпизодов популярного комедийного сериала «Друзья» За что получает очередной «Золотой глобус» Кстати, Уиллис очень хотел, чтобы вместе с ним в фильме «9 ярдов» снимался один из друзей Мэттью Перри Он звонил ему домой каждый день в течение нескольких недель, чтобы предложить роль Но Перри не была дома В конце концов Брюс оставил Мэттью сообщение на автоответчике «Я отрежу тебе ноги, подожгу твой дом и заставлю тебя ползать в огне с окровавленными культями» Эта фраза затем вошла в фильм До сего дня Брюс снимается практически беспрерывно И среди лучших картин последнего времени с его участием можно назвать Ангелы Чарли, 2003, Город грехов, 2005, Счастливое число Сливина, 2006, Редь, 2010, Петля времени, 2012, Королевство полной луны, 2012 Кадр из фильма «Город грехов» что касается личной жизни, ничего нового, кроме того, что и так все знают, сказать нельзя В 2000 году после 13 лет брака актер развелся с Деми Мур, от которой у него три взрослые дочери, и женился на ужасно похожей на нее в молодости британской модели Эми Хеминг 1978 года рождения Хотя звездная пара долгое время считалась образцовой, Мур после развода с Брюсом неожиданно вышла замуж за юного на тот момент Эштона Кучера, с которым тоже уже успела разойтись пару лет назад Брюс и Деми до сих пор сохраняют дружеские отношения, а в новом браке у Иллиса родились еще две девочки, итого пять Брюс – верующий лютеранин и убежденный республиканец При этом он любит играть в казино, самый значительный проигрыш в рулетку – 117 тысяч долларов У него есть поместье в Хейли, штат Айдахо, где актер владеет театром, кофе и ночным клубом 60-летний Уиллис в числе крупнейших мировых кино знаменитостей без единого Оскара в копилке, хотя у него давно есть именная звезда на Аллее Славы в Голливуде Говорят, Брюс следит за своим официальным сайтом и иногда его можно встретить в форуме, задать вопрос и даже получить ответ Актер появляется там под ником, когда его спрашивают, о чем он больше всего жалеет в жизни Он обычно отвечает, я отказался от главной роли в фильме «Привидение», подсчитав, что он провалится в прокате Патрику Сойзи тогда просто повезло, но я уже был женат на Демимур Игорь Игрицкий